Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ахахахах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Который базировался в нашем городке А с нашего крыльца дома был виден аэродром Как на окраине города был И вот летят эти два биплана И ближе-ближе Толкнулись и падают Но к счастью на небольшой высоте И они так Из разгона летели А летчики живы остались Травмированные Поломало чего-то И вот они упали Я с крыльца-то вижу У меня тогда еще маленький У меня сколько там лет Семь-восемь было И потом вижу По улицам прилежащим Толкну народу бегут К аэродрома К этому Смотреть Что там Вот почему-то вспомнилось Когда на этих парашютистов Я с куполами-то смотрел И вспомнил Как Ситуацию Что было Как это было Тогда А эта колбаса Полосатая Которая На элитромах Она была на виду И с нашего крыльца Ее все время было видно Откуда дует ветер Интересно Интересно просто Что Я в интернете По поводу Вот Там женщина Противом Прейти 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 Да Рой Орбисон Так вот По поводу По поводу Тренировки Дело в том Что Есть такая концепция Самолета С обратной стреловидностью Крыла То есть У обычных Реактивных В основном Реактивных самолетов Крыло Оно такое Ну как бы Стреловидное Ну как вот Стрела А обратная Стреловидность Когда Вот эта стрела Она вот Торчит Вот так вот Вперед Да На встречу Полету Вот Но там Есть определенные Преимущества У этой стреловидности Маневренность Там Можно размещать Под крылом Многие вещи Но проблема В том Что на больших скоростях Вибрации возникают И конструкция Рано или поздно Разрушается Еще Американцы Там в 80-х годах Пытались Сделать Такой самолет Они сделали Он летал Но они забросили его Потому что поняли Что Наши пытались Наши Беркут сделали Свой Ну тоже поняли Что забросили И вот Недавно я в интернете Нашел Что Наши Наконец Снова Вернулись К этой концепции Но только для того Чтобы сделать Ну то есть Поняли Что сделать Боевой самолет Невозможно Они сделали Учебно-тренировочный Самолет Вот Потому что Благодаря Обратной стреловидности Крыла Он Гораздо меньше Топлива Жрет И При этом Вот Его полет Он там В 3-4 раза Дешевле Чем Вот полет Там Какого-то Новейшего Нашего Там Российско-французского Самолета Вот Тренировочного Учебно-тренировочного Ну вот Есть еще И даже Дешевле Чем Вот эти По-моему Чешские По-моему L-32 Если не ошибаюсь Но они еще Там старые С 70-х годов И они уже Просто Не соответствуют Ну вот Современному Уровню Подготовки Пилотов Ну вот И просто Меня порадовало Что Ну Что Вот В России Может быть Впервые В истории Найдут Применение Вот Обратной Стреловидности Крыла Хотя бы Вот Для Учебно-тренировочных Алютов Ну Тут По-простому Размышляю Почему Меньше Топлива Идет Когда Крылья Такие Да Ну Можно Так Предположить Что Если Крылья Такие Он летит Туда Воздух Как бы Стыкает Да Отсюда А когда Такие Воздух Как бы Напирает Побольше И тем Самым Больше Создаёт Подъемную Силу Из-за того же И Соответственно К тому Что Вот Я имею ввиду Про Расход Топлива Ну Да 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 Как бы Сгущает Воздух И Сможет Лучше Отвирается Меньше Затраты Топлива Ну Да Но При этом Больше Из-за Того Что Больше Сопротивление Воздуха Да И Сильнее Сильнее Трясёт И Больше Разрушает Тут Всякое Получается Где Больше Где Меньше Ну Скажем Так Топливо Стоит Всегда Дешевле Планера Вот И Поэтому Конечно Определяющим Является Именно Вот Долговечность Самолёта О Сэм О Почти Получилось Вот Этот Новомодный Домик Блесной Молнией Спустя Несколько Текунд Дошёл Звук Так 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 20 20 градусов Это Ночь О 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 Где Они свыркают Дейте А Проверите Да, не думать еще Вот в квартире Говорит, свет Нет, еще вот в той Звезды, молнии Ну, давай соркни, чтоб я тебя уже снял О, почти Кажется, это, кажется, я даже заснял Еще одна молния соркнула Сейчас Дошел звук Ой, спасибо большое Сейчас Перчик вот Какая была молния Жаль, что я ее О, еще одна Жаль, что я ее не заснял Я ее хотя бы видел Закрыть и не прищемить цветочек Ой Ой Да А А Угу 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 А вот Хорошо Ну, давай, сверкни еще раз О Прям по заказу Прям так громко, так близко, что лучше даже не просим О Да Удачно приехали О Удачно приехали О О Удачно приехали В Синдере дождь И даже и молния Те Но Я считаю, что раньше такого никогда не было Поэтому есть своя эзотика Круто Очень натурально Как настоящий Да Кто это? Гнетко Угу Очень интересно Дымовой А, это Это гнетко Это дымовой Да Неплохо Супер Это Что такое? Урожай Мешковина Это Что такое? Урожай Много Воды Угу Что Себе Угу Угу Ум 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 Продолжение следует... 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 А, он про сглазник решил ему рассказать, про то, что у него сглаз. Интересно, вот этот парень, он в Индигу, он в Индигу, он в Индигу, он в Индигу, а в Индигу, верит? Посмотрим. О, вы знаете, сейчас сидит такой добрый, очень крутой, но мне этого не понять. Надо поставить крышку. Чтобы он там закрывался, открывался. Угу. Угу. Балка. Балка. Расставили мебель, не было? Расставили мебель, не было? Нет. Когда мы первый раз здесь были, уже стоял. Этот стол стоял. Ну, вот я имею в виду, когда мы сегодня приехали в понедельник. Все, как с другой стороны. Угу. Да, как это с этой стороны. Угу. 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 На Jr. с этой стороны должна быть розетка штука куда делать? а наверху нет? так, я не видел, надо смотреть если это хлеб, то я... римский папа римский папа, пошли и... Ира, возьми ребенка тут с ветерком пойдешь? нам очередь возьми, возьми другое будут комары, да? да сколько шмелей и тут шмели и тут вот еще белый большой да ладно вам все все что набрал ну конечно еще не вечер, но так и еще раз приехали еще раз топим баньку дело хорошее сейчас я хотел заснять два момента так 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 момент первый дождей из-за дождей под под этими хлюпает прямо под ногами хлюпает вода так сейчас где где это было чуть дальше вот он вот он красавец прямо прямо рядом с дачей прямо рядом с домом просто по дороге на речку вот такой подберезовик срезаем а нормальный 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 ножка ну чуть-чуть почернело ладно разберемся так главное вот это не забыть сейчас и момент второй момент второй просто это наша речушка пухта очень сильно разлилась из-за дождей ну как собственно говоря просто она ну очень сильно разлилась во-первых это белая пена образовалась во вторых когда ой сори отвлекся на комара вот в понедельник во вторник мы тут были этот мостик стоял ну был виден камень он был сухой вот а сейчас все он уже там под водой ну и все камни уже под водой три дня назад они еще торчали из-под воды собственно вот да солнце сегодня выглядывал но опять тучка набежала кажется снова хочет быть дождик ну ладно хоть хоть ненадолго солнце показалось ну там спасибо ладно двинули назад цветы какой воздух ну то что пасмурный снова будет дождь даже в этом есть что-то хорошее что-то своеобразное а шмели все опылили и разлетелись кстати к таким бутылкам можно купить сейчас скажу тебе вот у тебя рядышком Невского где Коля Кораблев жил да там есть воду продают вот к ним подходишь 15 рублей же не надо смотри я снял да это я это я это я так ну все мы уже одеты я по крайней мере одет собираюсь уезжаем с дачи хорошо на даче что-то да знаю хоть бы даже на две недели приезжать чтоб на этой даче за лето побывать там не два раза там раза четыре прям прям уезжать не хочется да там кстати вот в лесу по дороге на речку вылез еще один красноголовек сейчас я пойду попробую сфотографировать видео и сфотографировать он совсем рядом с этим сейчас где-то если не забыл где он есть так это это не красноголовек а вот вот полез палец вот смотрите комарики в лесу долго не дадут сейчас пойду еще раз речку речку запишу на видео о да речка речище вчера даже этот мосток унесло чуть не унесло я даже боюсь не отставать несет еще вместе со мной обычный . такая маленькая но вчера я в этой тут поплескался убегая выбегая из бани да прям в этом потоке как в джакузи это естественного происхождения страшно что поедешь ткнешься и туда плюх этот не глубоко естественно намокнуть тоже не хочется хорошая речка вот так короче что туман что ли на озере или а нет просто про да ручей надо такие дожди шли ну так оно в общем-то довольно большое озеро тебе не какое-нибудь озерцо ай тут тут тоже вон мусор туалетная бумага этот туалет устроил видимо фуфи ну вот лагерь разберусь да а красиво суши такие корни как будто бы в прошлый раз в другом месте было мы там там спускались сюда сюда тоже не выходим ну да ой не думаю да как будто действительно какой-то туман о мошка роится вот здесь вот луда находится ближняя луда ну я вот вроде что-то даже вижу туда выезжают 2 километра и через 2 километра там глубокая луда там уже ловят угу крем на стоящее море прямо настоящее море там кстати парусник со спущенными правда с этими самыми с поднятыми наоборот со спущенными короче парусов с парусов да когда их не они подняты или спущены уж не знаю парк аттракционов вон там даже видно людей в этот раз хороший день ира дима в том конце где сейчас дельтаплан там свадьбу играют и стоит яхта